Депутаты поддержали инициативу главы региона сохранить льготы, которые раньше южноуральцы получали при выходе на пенсию. Это единовременная материальная помощь на текущий капремонт, проведение газа, установку газового оборудования неработающим одиноко проживающим супружеским парам, в которых один из супругов достиг предпенсионного возраста, а второй ветеран ВОВ. Ежемесячные выплаты ветеранам труда и военной службы, а также остаются в силе 50 и 70 процентные скидки при проезде на общественном и железнодорожном пригородном транспорте. Автомобилистам предпенсионного возраста областные депутаты оставили льготную ставку по транспортному налогу. Суть этого законопроекта заключается в том, что мы оставляем право на получение льгот лицам, достигшим возраста 55 лет женщины и 60 лет мужчины. Этот законопроект идет в рамках той работы, которая проводится по совершенствованию пенсионной реформы или пенсионной системы. Депутаты поддержали экологическую инициативу губернатора. Изменения коснулись закона о транспортном налоге. Как подсчитали в региональном Минэкологии, треть вредных выбросов исходит от транспорта. Разгрузить экологическую обстановку хотя бы на одну десятую поможет переход на более экологичный вид топлива. За его использование налог снизится в два раза. Эта льгота будет даваться тем предприятиям, которые переведут грузовые автомобили и автобусы на газомоторное топливо. Это как раз стимулирование предприятий и хозяйственных руководителей по улучшению экологии. Также по решению депутатов в календаре появилась еще одна памятная дата. 24 октября в Челябинской области будет отмечаться день профсоюзного работника.